Радиоактивная команда приветствует всех интересующихся историей Чернобыльской катастрофы. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен одному из самых важных элементов на территории Чернобыльской атомной электростанции, а именно такому объекту как Хаяц. В этом выпуске мы продолжим рассказывать и показывать вам, как устроен организм атомной станции. У вас будет уникальная возможность увидеть ряд кадров, которые ранее невозможно было найти в свободном доступе. Включай качество видео на максимум, тащи напитки и усаживайся поудобнее. Мы начинаем! Что же это за объект такой со странным названием Хаяц? Хаяц это восемь и название респектабельного отеля, о котором часто думают наши туристы. Это очередная аббревиатура, которая расшифровывается как хранилище отработавшего ядерного топлива. Хотя в каком-то смысле, конечно, этот объект можно назвать пристанищем для радиоактивного топлива, правда только временным. Хранилище, про которое пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске, находится на территории промышленной площадки Чернобыльской АЭС, всего в двухстах метрах от того самого четвертого блока. Данный объект был принят в эксплуатацию в сентябре 1986 года. Именно той осенью ввели сложные работы по дезактивации кровель станции, и кипела работа по созданию всем известного объекта укрытия, или как его называют в народе, саркофага. Хаяц-1 это специальное хранилище так называемого мокрого типа, то есть абсолютно все тепловыделяющие сборки находятся в специальных бассейнах, заполненных водой. В свою очередь, такой вид хранения ТВС позволяет контролировать параметры отработавшего топлива и обеспечивает надежную биологическую защиту от радиоактивного излучения. Основной задачей Хаята является временное хранение отработавших тепловыделяющих сборок из реакторов Чернобыльской атомной электростанции. По состоянию на 2021 год, хранилище отработавшего топлива номер один обеспечивает безопасное хранение всего топлива из реакторов типа РБМК-1000, первого, второго и третьего энергоблока в ЧАЭС. Хаят-1 имеет в своем арсенале 4 рабочих и один резервный бассейн в выдержке, в которой хранится отработавшее топливо. ТВС находится в специальных трубчатых пеналах, погруженные в воду. А сейчас поведаем вам немного теории, но простым человеческим языком, чтобы вам стало понятно, почему все так сложно. Спустя какое-то время после того, как основная часть урана в ядерном топливе выгорает, и ТВС не сможет больше поддерживать цепную реакцию, ее извлекают из реактора и примещают в специальный бассейн выдержки, где она выдерживается от 3 до 5 лет. За это время активность сборки уменьшается и заодно прекращается саморазогрев этой сборки. Тепловыделяющая сборка, которую достали из реактора, продолжает держать цепную реакцию деления атомов урана. Атомы распадаются на большое количество радиоактивных элементов, образуя в сумме несколько десятков изотопов, каждый из которых радиоактивен. Все вместе они накладываются, суммируется их мощность, их активность, и в итоге, когда ТВС извлекает из активной зоны реактора, она выделяет очень мощное радиоактивное излучение. Помимо того, что сборка излучает огромное количество радиации, она естественно очень сильно разогревается, так как радиоактивный распад сопровождается выделением энергии. Чем больше интенсивность этого самого радиоактивного распада, тем более интенсивнее разогревается сборка. Те самые несколько десятков изотопов, которые образуются в ТВС, имеют различный период полураспада от единиц секунд до многих и многих тысяч лет. Именно по этой причине тепловыделяющие сборки выдерживают несколько лет в бассейнах выдержки, для того, чтобы снизилась их общая активность, и чтобы они перестали так сильно разогреваться. Но по прошествии трех-пяти лет сборка все равно продолжает очень сильно фонить, так как в ней остается еще значительное количество радионуклидов. В силу того, что бассейны выдержки в центральном зале реактора имеют ограниченное количество мест, сборки отправляют в хранилище временного типа, которые работают по такому же принципу, как и бассейны выдержки в центральном зале каждого энергоблока станции. Важно сказать о том, что отработавшее ядерное топливо не является радиоактивными отходами. Все дело в том, что ни один из существующих типов реакторов не может обеспечить полное выгорание топлива в тепловыделяющих сборках. Это означает, что отработавшее топливо может повторно включиться в топливный цикл. Единственной проблемой, которой мешает заняться переработкой топлива, является цена вопроса этой самой переработки. Она практически равна стоимости добычи свежего топлива, но время идет, и технологии шагают в ногу вместе со временем. По этой причине отработавшие сборки имеют смысл надежно хранить в специальных хранилищах до лучших времен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр видео. Мы надеемся искренне, что оно понравилось вам и раскрыло некоторые технические нюансы на устройство объекта Hayat. Поставьте лайк, не забудьте подписаться на наш канал и оставить хотя бы один комментарий, чтобы помочь нам в продвижении этого видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok